Добрый день! Меня зовут Мирта Валёна, я ветеринарный врач лаборатории Витминьон и сегодня я рада приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном гормональным исследованиям у животных. Сегодня с нашим лектором, ветеринарным врачом-эндокринологом клиники Витминьон Дарьи Головко мы поговорим о патологических изменениях уровня кортизола, о проведении и интерпретации малой дексаментазонной пробы, о тесте с АКТГ, о том, когда и зачем ветеринарному врачу сдавать АКТГ и инсулин и о чем может рассказать изменение уровня этих гормонов. Свои вопросы вы можете оставлять в чате и по окончании вебинара мы с удовольствием на все из них ответим. Дарья, прошу вас, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассмотрим ряд гормонов, тесты, как сдавать, зачем и для чего все это нужно. Начнем мы с, собственно, анатомии физиологии. Начнем мы с гипоталамуса. Гипоталамус у нас участок промежуточного мозга. Он особенен тем, что там вырабатываются нейросекреты. С помощью ножек гипоталамуса он связан с гипофизом и таким образом нейросекреты попадают в кровь, в переднюю долю гипофиза, в данном случае воды на гипофиз. Один из таких секретов называется кортиколиберин. Он, собственно, способствует выработке адена гипофиза, матрена кортикотропного гормона. Кроме кортиколиберина, соответственно, есть, так сказать, антигормон кортикостатин, который начинает вырабатываться, когда у нас кортизол становится в крови достаточно много. То есть, значит, вот как мы видим на схеме, гипоталамус вырабатывает кортиколиберин. Кортиколиберин действует на аденогипофиз, соответственно, и аденогипофиз начинает вырабатывать адренокортикотропный гормон. Он, в случае, действует на кору надпочечников и заставляет ее вырабатывать кортизол. По механизму обратной связи, соответственно, отрицательный, когда у нас кортизола становится в крови достаточно много, влияет на гипоталамус, и гипоталамус вырабатывает как раз кортикостатин, который, в свою очередь, действует, опять же, на аденогипофиз, заставляя его вырабатывать меньше адренокортикотропного гормона. По теперь строению надпочечников, собственно, орган, который у нас непосредственно вырабатывает кортизол. Надпочечники располагаются анатомически, как надпочкой, судя из названия, состоят из коркового и мозгового слоя. Ну, мозговой слой нам в данной лекции не очень интересен, а вот корковый слой состоит из трех зон. Собственно, снаружи, внутрь идет полубочковая зона, вырабатывающая минералы кортикоиды, альдостерон, пучковая зона, которая вот нам наиболее сейчас интересно, вырабатывает кортизол и кортикстерон, и сетчатая зона, вырабатывающая половые гормоны. Ну, начнем мы с базового кортизола, зачем нам нужен, в принципе, этот гормон, как если мы его единственным измеряем. Если мы говорим о диагностике гиперфункции надпочечников, гиперадренокортицизма, то нам, в общем-то, кортизол не интересен, потому что он гормон, подверженный суточным влиянием, плюс очень подверженный, ну, естественно, это все-таки гормон стресса, поэтому стресс, естественно, очень влияет на уровень кортизола, поэтому нам для диагностики именно гиперадренокортицизм, нам, в общем-то, кортизол не интересен. Опять же, если у животного есть какие-то сопутствующие заболевания, там, острые или хронические, то, конечно, у нас тоже этот гормон будет всегда повышен практически. Но нам интересен показатель в отдельности для диагностики сниженной функции коренопочечников, но именно как для исключения этого диагноза, потому что, скажем, сниженный уровень, вот, более-менее, вернее, 55 наномоль на литр у нас совершенно не подтверждает диагноз гиперадренокортицизм, мы можем его, естественно, подозревать, но как определяющий диагноз он не ставится. И, соответственно, если мы получаем уровень кортизола более 55, то мы уже, ну, исключаем гиперадренокортицизм, ну, естественно, если у нас какие-то есть подозрения, какие-то симптомы, в этом случае он полезен. Мы интересуемся кортизолом больше, конечно, в составе функциональных проб, когда мы его смотрим не в отдельности, а именно с помощью стимуляции другими препаратами. Это пробы с адренокортикотропным гормоном и дексаметазоновая проба, большая и малая. Ну, собственно, о гиперадренокортицизме. Это происходит избыточная секреция кортизола. Происходит она, собственно, две такие основные причины. Это опухоль над почечником, синтезирующая большое количество кортизола, автономно, она не поддается никаким влияниям со стороны гипофиза и там других систем, они просто секретируют и секретируют. Но статистически у собак это меньше. Часть таких опухолей дает синдромы гиперадренокортицизма. В большей степени это опухоль гипофиза. Обычно это доброкачественная опухоль микро- или макроаденома. Она может затрагивать, соответственно, производство адренокортикотропного гормона, может производство других гормонов. Кроме того, выделяют гидрогенный гиперадренокортицизм. Чаще всего, естественно, это вызвано либо нашими назначениями, либо самолечением владельцев, когда избыточно употребляют гипофиза. Они употребляют гипофиза экзогенные. В основном это, конечно, какие-то препараты пролонгированные. Долгим курсом, долгого действия – это частый очень вариант. В жизни вообще может быть в принципе любой породы. Но как статистически, опять же, чаще. Это таксы, пудели, джек-расселтерьеры, йоркширы, бигли. Но это может быть с равным успехом и у больших собак. Поэтому тут сказать, что какая-то природа генетически предрасположена, так все-таки не очень похоже. Симптомов достаточно много. Самые характерные, скажем так, много пьет, много писает, много кушает. Постоянно такой животик. Живот, как правило, увеличивается. Но увеличение живота, такой как пузыречек такой становится на ножках. То есть за счет гипотрофии мышц, конечностей, мышц корпуса вдоль позвоночника, у нас получается, что вся вот эта, так сказать, основная масса тела переходит, собственно, в живот. При этом живот, как при асците, да, например, то есть там не содержится жидкости, просто вот такое истончение, так сказать, уменьшение жира, опущение внутренних органов, такое вот увеличение. Плюс чаще всего на коже поражение у нас, ну, чаще как это двусторонняя симметричная лапеция. Кожа тонкая, сухая, как пергаментная, такая совсем сухенькая. Также характерны комедоны и кальцинос. Кожа такие, специфические образования. Собаки чаще всего достаточно, ну, такие вяленькие, потому что, в принципе, не так много сил остается. И что касается, если у нас не стерилизованные, да, то, соответственно, у нас будут затянувшись такая, между течками, долго отсутствия течек, и семенники подтягиваются, становятся более такими маленькими, как, ну, атрофируются, если уже на поздних стадиях заболевания. Ну, собственно, вот такой характерный пациент. Но, конечно, не каждый раз можно такое увидеть. Это зависит от стадии заболевания. Может быть, в самом начале, когда еще, в общем-то, животика такого выраженного нет, и шерстка вся на месте. Вот. А может быть, вот такой уже типичный, скажем так, когда, видите, животик уже практически до земли. Для диагностики мы применяем, ну, конечно, нам нужны анализы крови в общем и химической, нам нужны, естественно, клинические признаки, история болезни, то есть, поскольку все-таки синдром Кушенко это именно синдром, поражающий весь организм, поэтому мы должны иметь, ну, выраженное подозрение на эту болезнь. Обычно, ну, такой стандарт у нас это малая дексиментазонная проба. В чем у нее, собственно, плюсы? В том, что она может выявить, собственно, этиологию, причину, где у нас избыточный кортизол, да, обрабатывается либо у нас из-за опухоли надпочечника, либо у нас избыточная продукция АКТГ вследствие, соответственно, аденома гипофиза. Он чувствительный тест, в этом его плюс. Опять же, достаточно бюджетный, потому что дексиментазон дешевый препарат и сама, собственно, проба недорогая. И, опять же, дексиментазон везде можно купить, пока что, по крайней мере. из минусов, конечно, что он долгий, то есть, это нужно, да, нам оставлять животное либо в стационаре на 8 часов, либо говорить владельцу, чтобы он приходил, так сказать, три раза в день. В этом, конечно, минус, потому что, ну, не все животные, как говорится, да, не все владельцы на это согласны, вот, в этом минус. И также это проба, конечно, для хорошего общего состояния животного. То есть, если у нас пациент стабилен, если у нас пациент какие-то есть хронические заболевания, в особенный период обострения, если он, в принципе, как-то плоховато себя чувствует, там, мало ли какие-то желудочно-кишечные заболевания, допустим, да, случились в этот момент, то, соответственно, у нас эта проба может быть ложноположительной, причем, да, до половины случаев, при том, что, на самом деле, гиперадренокортизма нет. Вот, вот, в этом, конечно, минус, то есть, полагаться на нее полностью, как на, прям, вот, основу диагноза, конечно, не приходится. Значит, ну, протокол проведения, собственно, мы определяем базовый кортизол, да, то есть, с утра собачка приходит, и мы определяем, берем кровь на базовый кортизол. Сразу после этого мы вводим дексаметазон, значит, из расчета для собак 0,01 мг на килограмм, для кошек доза в 10 раз выше, потому что кошки гораздо устойчивее к действию вообще глюкортикоида, поэтому для них 0,01 мг на килограмм. Соответственно, ну, нужно еще иметь в виду, что у нас дексаметазон, вот наш стандартный, да, там 4 мг в мл, активного дексаметазона там 3 мг в мл, поэтому обычно, ну, как бы, да, мы все-таки рассчитываем из этого уровня именно 3 мг в мл. Вели дексаметазон через 3-4 часа, взяли кровь, опять же, на кортизол, и через еще 4 часа, то есть, ну, в общем, через 8 часов вот введения дексаметазона мы посмотрели кортизол. На самом деле, вот эта промежуточная проба через 3-4 часа, она больше для, ну, определения этиологии заболевания, потому что именно для подтверждения конкретного диагноза гиперадренокортицизма нам нужно именно через 8 часов мы смотрим уровень кортизола. Ну, при аналитике вот на слайде тут каких-то особых требований никаких не требуется, нам нужна пробирка без геля, взяли кровь, центрифугируем, переносим отдельно сыворотку и единственное, что обязательно тут же, да, нужен номер пробы, чтобы нам не перепутать и не поставить потом себя, так сказать, в странное положение. Вот. Транспортируется он при обычных условиях, не требует каких-то особых условий. Собственно, принцип. Если собаки и кошки здоровы, дексаметазон по принципу отрицательной обратной связи, он подавляет выделение гипофиза матренокортикотропного гормона. Поэтому он подавляет выделение кортизола над почечниками. А поскольку дексаметазон достаточно долго действует, до 48 часов, кортизол у нас взятый, соответственно, в течение суток-двух, в частности, через 8 часов, будет снижен меньше нижнего уровня для данной лаборатории. Ну, лаборатория Витюнион это 27,6, но вообще считается как бы менее 40 наномоль на литр. или, соответственно, более чем на 50%. Поэтому, если мы видим через 8 часов уровень кортизола более 40 наномоль на литр, соответственно, у нас по данной пробе есть диагноз гиперадренокортицизм. Ну, а именно по характеру повышения зависит, вот как раз мы смотрим в экранизацию. Значит, если у нас аденома гипофиза, которая избыточно секретирует адренокортикотропный гормон, соответственно, у нас через 4 часа может быть менее 40 наномоль на литр, либо, допустим, происходит снижение менее 50% от уровня кортизола, который был изначально. То есть, либо у нас, допустим, в середине дня мы видим кортизол, допустим, в норме, ну, или там почти в норме, такое может быть. И, так, извините, но, соответственно, через 8 часов мы в любом случае видим, что кортизол у нас выше уровня 40 наномоль, то есть, нам нужно всегда помнить, что именно через 8 часов это определяющий результат. То, что в середине, опять же, повторюсь, это больше для определения именно причины. Он может быть менее 40, может быть около 40, но мы на него ориентируемся как на промежуточный результат. Если у нас проблемы с надпочечником конкретно, новообразование, то у нас влияние гипофиза адренокортикотропного гормона практически не происходит. Поэтому у нас как был изначальный уровень кортизола, соответственно, через 4 часа примерно такой же, а через 8 часов он тоже примерно такой же. Поэтому тут у нас какого-то выраженной разницы в цифрах не происходит. при гидрогенном гиперадренокортицизме, вызванном введением препаратов, у нас собственно никакой стимуляции не происходит. Поэтому уровень кортизола остается низким, то есть он более чем на 50% снижен от базового уровня и через 4 часа, и через 8 часов. То есть соответственно у нас будет такая линия ровная, менее уровня нижнего кортизола для данной лаборатории. Ну, для гидрогенов гидрадренокортицизма конечно важен факт истории болезни, потому что конечно мы должны владельцы выспросить, что он применял животному, тем более здесь нужно быть внимательным, если применял допустим капли в глаза, в нос, в уши, если у нас там сам какие-то таблетки там или какой-то мази наружные сам владелец животному применяет, это все нужно выспрашивать, потому что это все может также иметь влияние не только введение таблетированных форм и инъекционных, все нужно выспросить, сколько делали, когда, когда закончили, потому что мог быть опять же ложные результаты из-за того, что они провели курс каких-нибудь капель с преднизолоном например, поэтому все нужно спрашивать. конечно у нас есть еще замечательный тест с адренокортикоторопным гормоном, он у нас ну тоже конечно есть и плюс и минус, то есть не то, что он такой супертест, плюсы его в чем, что он конечно быстрый по сравнению с дексамитозоновой пробой, да, еще забыл сказать, извините, про большую дексамитозоновую пробу, у нас она проводится точно так же как малая, все то же самое, но единственное, что здесь у нас вот с вами 0,01 миллиграмм на килограмм доза, в случае большой пробы мы 10 раз больше, то есть 0,01 миллиграмм на килограмм для собак и 1 миллиграмм на килограмм для кошек. Ну суть ее абсолютно, да, вся методика, все принцип действия, все то же самое, просто ее делают в том случае, когда у нас есть подозрение, что собака малочувствительна к вот этой его дозе низкой дексамитозона, потому что есть процент собак, которые вот не реагируют на такую дозу вот 0,01, да, реагируют вот на 10 раз больше, но вообще в принципе, конечно, мы ее проводим не часто, в основном все-таки малую используем в большей степени. так, вернемся к крови с адренокортикопротного гормона. Значит, опять же, да, быстрое, то есть мы делаем, берем кортизол, делаем инъекцию препарата и через час-полтора перебираем опять кровь на кортизол. Не нужно там сидеть целый день, да, ждать чего-то, то есть это, конечно, плюс. Также это, собственно, единственный тест для диагностики гидрогенного гиперадренокортицизма, потому что мы по другим пробам, вариантам, симптомам можем, ну, естественно, подозревать его, опять же, зная историю болезни, но для диагноза нам, конечно, вот это единственный тест. И если мы лечим гиперадренокортицизм, да, препаратами, там, тарилом, да, в частности, то нам, конечно, хорошо очень даже знать уровень кортизола, с тем, чтобы знать, насколько нам повышать или понижать этот введение препарата, дозировочку. И вот для этого, конечно, синтетический АКТГ, Синактен очень даже необходим. Но из минусов он в России не сертифицирован, его нужно покупать из-за границы, заказывать, и он недешев совсем даже, поэтому тоже, опять же, не все владельцы могут соглашаться на то, что у них будет такая диагностика подороже. И если мы говорим о причине гиперадренокортицизма, нам этот тест не поможет. То есть он просто нам говорит, что да, есть повышение кортизола или нет повышения кортизола. Причину его непонятно будет. Протокол проведения собственно определяем базовый кортизол, берем кровь, вводим синактен, внутривенно сейчас кажется как-то уже нету, синактен ДПО, только такую субсидированную форму, ее вводим внутримышечно. Дозу рассчитываем 5 микрограмм на килограмм. В случае если мы особенно имеем дело с крупным животным, с большой собакой, это будет более экономично, чем как мы ранее считали по другим данным. И через, если мы все-таки внутривенно вводим через полчаса час, либо через час-полтора после внутримышечного введения, мы опять же берем кортизол. здесь у нас две пробы, преаналитика вся такая же, все то же самое, опять же не забываем помечать пробы первая, вторая, до введения синактена и после введения синактена. Собственно суть ее в том, что мы с помощью вот этого экзогенного КТГС синактена синтетического могут ли мы определяем могут ли надпочечники вообще вырабатывать эндогенный кортизол и в какой степени. У здоровых животных кортизол в второй пробе будет менее 450 наномоль на литр. У животных с гиперадренокортизом соответственно у нас кортизола много и так и так и тут у нас уже результат будет уже более 600 наномоль на литр. Ну конечно есть серая зона так называемая 450 до 600 то тут дополнительный метод диагностики УЗИ у нас конечно же применяется возможно КТ для определения опухолей соответственно гипофиза напочечников ну конечно да опять же симптомы обязательно потому что делать все эти пробы просто так без такого весомого подозрения на синдром Кушинга не очень правильно значит если у нас будет ядрогенный все таки мы определяем гиперадренокортицизм то у нас кортизол да будет совсем низенький потому что у нас надпочечники они перестали работать они больше не хотят вырабатывать свой кортизол потому что его было много поступало извне и по принципу опять же обратной связи у нас КТГ перестает в общем обрабатываться и стимулировать надпочечники соответственно у нас уровень кортизола будет совсем маленький ну опять же опять же это не стопроцентный тест у нас может быть и ложноположительный результат если у собак есть какие-то хронические патологии вот поэтому вот собственно да теперь давайте поговорим о гипоадренокортицизме то есть о обратной сниженной функции надпочечников когда у нас кортизола мало заболевание у нас определяется на первичный когда поражение собственно надпочечников то есть это аутоиммунный процесс идиопатическая атрофия то есть ну по сути причина не выяснена полностью почему это происходит собственно да ни у человека ни у животных просто курковая зона как-то начинает плохо вырабатывать гормон также может быть вторичный гипоадренокортицизм когда у нас нарушена работа гипофиза вырабатывающего АКТГ то есть АКТГ становится тоже как-то маловато либо такая картина может вызываться после резкой отмены кортизола если мы длительно опять же пролонгированными препаратами такими как ксапорт например кинолог мы долго лечим лечим и наши напочечники уже говорят что мы все мы больше работать не хотим работайте за нас вот у нас будет такая картина гипоадренокортицизма либо мы лечим гипоадренокортицизм препаратами которые уменьшают выработку кортизола и передозируем передозируем и соответственно у нас возможно происходит разрушение коры напочечников естественно у нас такое тоже отсутствие кортизола естественно тоже проявляется ну а конечно это тоже у нас история болезни всегда в помощь в первую очередь это болезни опять же да это в принципе могут валить любой возраст и пол но конечно больше для молодых и средних собак чаще у нас это у суп наблюдается опять же статистически породы да там колли бордер колли пудель ротвейлер вест хайленд лайт терьер но это также может быть с равным успехом у любой породы и у беспородных собак то есть совершенно это не не специфично симптомами сложно потому что эта болезнь не имеет характерных каких-то симптомов да там гиперадренокартицизм когда мы можем так подозревать тут все очень так не специфично может быть может быть эпизодические симптомы желудочно-кишечных расстройств какой-то вот слабости периодические рвоты поносы бывают часто с кровью бывает какая-то вот апатия болезненность потом эти симптомы проходят может владельцы могут что-то делать могут ничего не делать но это самостоятельно проходит могут со временем конечно они обычно нарастают по продолжительности по тяжести ну и как венец всего этого это конечно одессонно в криз когда у нас уже гиповолимический шок и когда это уже пациент орит тут уже нужно помимо так сказать кортизола восполнять еще и другие гормоны и вообще объем жидкости то есть ну там уже совсем другая картина здесь нам может помочь измерение эндогенного КТГ то есть у нас мы не тест проводим не кортизол меряем а меряем непосредственно адренокортикотворный гормон который производится гипофизом ну из плюсов опять же что у нас что мы вообще однократно берем кровь да то есть нам не нужно ничего ждать взяли кровь и все никаких препаратов не нужно дополнительных по стоимости это не дорогой тест все казалось бы плюсы но минусы в том что КТГ очень чувствителен к соблюдению при аналитике и он опять же естественно он подвержен стрессу вот поэтому у нас результат конечно при каких-то несоблюдении условий при ну естественно животные волнуются конечно тоже может быть и ложнопложительный и он не подходит для диагностики гиператренокортицизма то есть у нас для дифференциации да разделения да когда мы установили уже что у нас есть гиператренокортицизм но как-то не уверены какая причина здесь вот он может быть может помочь и соответственно у нас если как раз гиператренокортицизм опять же да разделить допустим на первичный и вторичный вот в этом случае он конечно полезен вот при аналитике здесь посложнее нужно взять охлажденную пробирку да не просто из шкафчика заранее ее охладить и здесь другая пробирка да они не как для биохимии а именно вот сиреневой крышкой как для общего анализа крови и нужно нам взять плазму после центрифугирования и сразу заморозить то есть у нас это нужно сюда сделать четко и быстро иначе мы получим какой-то совсем непонятный результат будем думать что с этим делать и транспортировать его естественно да тоже заморожен собственно референсные значения видите на экране если он у нас повышен что мы можем подозревать ну естественно мы подозреваем конечно гипофизарный гиперадренокортицизм потому что у нас опухоль которая производит много КТГ поэтому конечно у нас будет повышен и если у нас первичный гиперадренокортицизм то есть у нас сниженная продукция кортизола из-за атрофии допустим коронапочечников то у нас по механизму обратной связи КТГ будет повышен потому что всяческими силами гипофизар старается через гипоталамус стимулировать нам образование кортизола если мы видим результаты ниже нормы то у нас скорее всего опухоль надпочечников вот сюда опять же у нас много кортизола который не зависит выработка от гипофиза и избыточный кортизол он прекращает выработку КТГ гипофиза значительно снижает если опять же у нас гидрогенный гиперадренокортицизм то у нас опять же кортизола соответственно механизма обратной связи у нас КТГ мало и если у нас вторичный гиперадренокортицизм то есть причина непосредственно в гипофизе у нас его изначально мало поэтому он когда плохо вырабатывается мало вырабатывается но опять же все у нас наши тесты не всегда имеют но что у нас и при опухоли гипофиза или коронопочников у нас концентрация адренокортицизм катрубного гормона тем не менее в норме вот поэтому опять же тут говорить что тоже хороший супертест тоже не приходится все нужно смотреть в комплексе все можно проводить естественно несколько тестов понятное дело так теперь переходим собственно к поджелудочной железе с подпочечниками закончили собственно нас интересует инсулин измерение инсулина зачем он нужен вообще что мы с ним делаем ну собственно немножко опять же анатомия физиологии у нас белковый гормон вырабатывается бета-клетками страдков лонгерканса то есть это эндокринная часть поджелудочной железы собственно инсулин он его первое основное самое глобальное такое действие он является проводником глюкозы то есть он 20-50 раз увеличивает транспорт глюкозы в клетке мышечной и жировой ткани потому что без инсулина туда в картиночке да как такой ключик замок без инсулина глюкоза туда не попадает соответственно у нас голодание начинается у нас собственно 6 есть таких вот да долгов-переносчиков для глюкозы и только вот четвертый из них собственно вот он как раз инсулинозависимый потому что у нас допустим клетки петелия нервные клетки они не требуют инсулина для всасывания глюкозы а вот мышечная скелетная миокарда жировая ткань это все очень-очень-очень чувствительное действие инсулина собственно у нас уровень инсулина значит собак кошек в общем-то одинаково примерно если говорить о симптоматике когда мы можем подозревать когда его много когда его мало ну здесь все связано конечно с уровнем глюкозы потому что у нас прямая зависимость и собственно инсулина это единственный гормон в организме который снижает уровень глюкозы поэтому у нас если у нас инсулина много значит мы имеем симптомы гипогликемии от гипогликемии конечно в первую очередь страдает и нервная система поэтому у нас обычно слабость судороги потеря сознания дрожь может быть в зависимости естественно от быстроты снижения уровня снижения если же у нас инсулина наоборот маловато то есть какая-то у нас снижение выработки поджелудочной железой то соответственно у нас ну конечно это самый такой частый явный это сахарный диабет много пьет много писает много кушает но при этом не набирает то есть снижает вес потому что у нас голодание то есть глюкоза ее много инсулина мало и глюкоза не может попасть внутрь клеток то есть ее в крови много но при этом она как бы бесполезна во-первых во-вторых даже может производиться такое токсическое действие собственно ну про сахарный диабет мы сейчас говорить не будем нам интересно в данном случае повышение инсулина соответственно предмечные у нас конечно это вот инсулинома это опухоль бета-клеток поджелудочной железы которая секретирует инсулин опять же автономно вне зависимости там от уровня глюкозы потому что у нас физиологически при уровне инсулина выше обычно там 4,4 ммол на литр у нас уровня глюкозы 4,4 ммол на литр у нас инсулин перестает секретироваться ну а тут опухоль естественно не интересует уровень глюкозы в организме она продолжает и продолжает синтезировать в себе инсулин ну а кроме того может быть такой скажем так относительное повышение инсулина не связанное с опухолем поджелудочной железы это может быть при других эндокринных проблемах например часто при болезни андисона при гипоадренокортицизме когда у нас мало адренокортикотропного гормона мало кортизола кортизол у нас является контрнасулярным гормоном то есть он действует противоположно то есть он не снижает глюкозу а наоборот существенно повышает поэтому у нас если у нас дефицит этих гормонов то у нас глюкоза будет существенно снижена также может быть при тяжелых поражениях нервной системы при тяжелых патологиях печени также может быть конечно да мы видим это периодически той пород щенков когда у нас гипогликемия вследствие там голодания какого-то кормления редкого такое тоже неоднократно но естественно что инсулин у нас прекрасно вырабатывается в норме подшелушной железой то есть тут мы о каких-то патологиях не говорим также это для возможно для рабочих собак спортивных собак когда у нас как говорится да не поели интенсивная физическая нагрузка соответственно у нас развелась гипогликемия соответственно поговорим собственно об инсулиноме инсулинома болезнь собак конечно тоже ну второй половины жизни возрастных половой породной предрасположенности опять же нет для кошек собственно как гиподренк гиподренк для кошек эти диагнозы редкость конечно бывают но прямо скажем редко симптомы связаны конечно же с снижением глюкозы сначала это все происходит эпизодически то есть может начинаться с периодов небольшой слабости может немножко подрагивать лапки какое-то ощущение какой-то дезориентации собаки в пространстве поначалу конечно прогрессирование заболеваний это во-первых по продолжительности по аккуратности увеличивается также переходит уже в более тяжелые поражения нервной системы то есть уже и судороги и потеря сознания то есть уже конечно все это более явно протекает также бывает что собственно собак достаточно часто бывает что гипогликемия такая бессимптомная то есть если мы померяем увидим что сахар низкий совсем но при этом симптомов может не быть то есть такое тоже возможно особенно если собака допустим не очень двигается мало гуляет например она вполне может с низким уровнем глюкозы вполне себе неплохо жить а при каком-то допустим стрессе при допустим хозяева пошли погулять с ним больше чем нужно чем обычно и случилось слабость коллапс судороги то есть вот такое резкое оказалось бы начало хотя в принципе это не резкое начало просто это проявление также у нас при инсулиноме может быть триада уипла ну она это не прям специфическая при инсулиноме но характерно то есть она заключается в том что у нас гипогликемия то есть когда мы измеряем симптомы гипогликемии соответствующие то есть слабость дрожь тремор потеря сознания и когда мы вводим глюкозу все волшебным образом нормализуется собака расцветает как говорится значит собственно для диагностики инсулинов мы как раз замеряем инсулин но опять же здесь все тоже не так просто нужно проводить измерение инсулина не когда собака когда там подра весела активно потому что конечно явно будет у нас в пределах нормы собственно как глюкоза а стараться ловить период гипогликемии и крайне желательно измерять инсулинов глюкоза нужно в одной и той же пробе мы взяли да и прямо вот в этой порции мы соответственно смотрим как они у нас да выше ниже равновешивают друг друга это вот этот момент тоже важен это нужно отслеживать для таких собак которые допустим у нас такой бессимптомной гипогликемии либо например если у нас владелец да говорит что какие-то у нас периодически симптомы поражения нервной системы при гипогликемии бывают но вот мы меряем меряем никак не можем уловить вот эту гипогликемию здесь полезно измерение фруктозамина потому что он у нас показывает да в течение двух недель уровень мы косвенно можем глюкозы отследить поэтому в этом случае полезно брать фруктозамина смотрите ну здесь собственно при аналитике отличие в том что мы тоже замораживаем то есть мы взяли да соответственно центрифугировали перенесли сыворотку и тут же заморозить и тоже отправлять в замороженном виде значит и как нам интерпретировать это все если у нас мы гипогликемию обнаружили да но при этом инсулин у нас ниже нормы диагноз инсулином конечно маловероятен потому что они должны так сказать находиться в балансе один выше другой ниже это возможно если у нас ну как раз да при сахарном диабете происходит разрушение бета-клеток либо амилоидоз какой-то происходит то есть атрофия инсулин просто перестает вырабатываться но такой конечно вариант достаточно редок потому что если у нас инсулина мало то конечно у нас наиболее вероятно гипогликемия и симптомы сахарного диабета если у нас гипогликемию мы нашли да но инсулин при этом в пределах нормы тут нужно повторить исследование потому что возможен да полностью не исключен диагноз и если мы поймали гипогликемию инсулин у нас выше нормы то у нас подтверждается диагноз инсулинома то есть в этом случае мы как раз подтверждаем свои подозрения собственно да это литература которую я использовала по вопросам да Дарья спасибо большое очень интересный очень познавательный вебинар позвольте да я задам вопросы начнем мы с тех вопросов которые к нам поступили до вебинара так сейчас одну секундочку какие заболевания чаще влияют на результаты малой тексаметазоновой проб чаще влияют хронические заболевания особенно если они стадии обострения либо если у нас какое-то острое желудочно-кишечное расстройство допустим какая-то острая сердечная естественная патология дыхательная недостаточность то есть у нас эта проба должна проводиться вот прям при хорошем состоянии собачка ест пьет ничего кроме симптомов гиперадренкортицизма ничего не беспокоит то есть в этом случае только спасибо большое следующий вопрос можно ли сдавать функциональные пробы при общем плохом состоянии вот как раз нежелательно общее состояние должно быть прям стабильным в принципе для всех проб и с АКТГ и эндогенной АКТГ то есть все у нас кортизол он же очень у нас гормон стресса поэтому все что вызывает любое заболевание естественно вызывает стресс поэтому тут конечно только при стабильном состоянии спасибо следующий вопрос что еще можно сдавать при подозрении на инсулином инсулином вот как раз фруктозамин именно как в помощи в диагностике именно гипогликемии потому что ее бывает что достаточно сложно выявить спасибо какие препараты влияют на пробу с синактеном чаще всего влияют конечно же собственно кортикстероиды потому что они начинают действовать как влияют на эндогенный кортизол могут его снижать выработку и у нас конечно же все результаты этих проб может быть совершенно там ложноположительные ложноотрицательные поэтому конечно у нас особенно если мы использовали до этого какие-то пролонгированные формы конечно нам ждать пока у нас все это будет из организма зависит потому что если мы используем какие-то кратковременные например гидрокортизол преднизолон они 12 часов 24 часа если мы используем дексаметазон это уже до 48 часов а если конечно дексофор то он действует неделю у нас может и больше поэтому прогноз такой будет непонятный по тесту продолжая собственно разговор про малую большую дексаметазон такой вопрос можно ли после малой пробы через промежуток времени провести большую пробу если есть сомнения в результате да конечно можно провести потому что да опять же действительно собака может быть просто нечувствительна к этой дозе допустим большая дексаметазон в 10 раз больше дексаметазон вполне себе может подавить или не подавить функцию своего соответственно ктг да конечно спасибо а следующий вопрос такой подскажите пожалуйста информативно ли измерение инсулина при подозрении на инсулинову ухарьков ну насколько я понимаю там больше ориентируются на все-таки уровень глюкозы именно гипогликемию потому что именно измерение инсулина ну конечно это естественно можно делать но больше именно на уровень сахара потому что конечно ухарьков это частая тоже проблема и чаще всего гипогликемия это именно вот инсулинома вариант ну там еще конечно посмотреть УЗИ то есть именно визуальный метод диагностики тоже продолжая вопрос малый дексаметазон вы пробуя можно можно ли кормить животное в процессе проведения малой дексаметазона можно можно кормить потому что целый день это происходит просто должна быть естественно такая нежирная пища и в половину скажем так от привычного рациона ну и хотя бы пару часов выдерживать непосредственно перед взятием крови можно легкий рацион в полдозы можно тоже про малый большой дексаметазон через какое время можно делать новую пробу ну в принципе дексаметазон да где-то 48 часов у нас собственно выводится из организма поэтому где-то через 2 через 3 суток можно повторять хорошо еще один вопрос в каких случаях может быть она ложна отрицательно малой дексаметазон если при проведении ввели дексаметазон на 10 килограмм меньше может быть ошибка может ли это быть ошибка на 10 килограмм меньше извините не совсем поняла вопрос надежда уточните тогда немножко автор вопроса потому что если при проведении малой дексаметазона ввели дексаметазон на 10 килограмм меньше может быть ошибка я предполагаю может быть если неправильный вес у животного был учтен а в этом плане собака 24 ввели на 24 год поточнение ну может быть может быть потому что соответственно разная чувствительность у нас к подавляющему действию дексаметазона поэтому если били ну как бы меньше вот этой минимальной дозы то конечно да может быть такое что у нас допустим если ну здесь единственное что если у нас ложный отрицательный то да у нас как бы подавление не произошло хотя на самом деле вернее наоборот произошло подавление хотя на самом деле его не должно быть то есть в этом плане да положено отрицательно из-за недостаточной дозировки может быть вот и еще такое маленькое уточнение что то есть фруктозамин ниже нормы будет говорить о гипогликемии периодической последние несколько недель да все правильно да так коллеги вроде бы на все вопросы мы ответили я честно говоря больше вопросов в чате не вижу если у кого-то еще есть можете задавать в любом случае все записи наших вебинаров доступны на ресурсах нашей лаборатории в закрепленном сообщении в нашем чате все ссылки есть наш youtube канал у лаборатории есть есть страница вконтакте там все анонсы там все ближайшие вебинары тоже и все записи прошедших вебинаров тоже размещаются естественно все анализы о которых мы сегодня говорили это и кортизол и АКТГ и инсулин доступны в нашей лаборатории поэтому можно к нам сдавать пожалуйста вот коллеги еще раз вопросы нет вроде бы все ответили больше вопросов не вижу да благодарности спасибо коллеги да Дарья спасибо вам большое за лекцию действительно очень важная очень познавательная очень интересная тема не очень широко и не очень часто она освещается поэтому я думаю что очень многие для себя почерпнули новую информацию спасибо вам большое спасибо всего доброго коллеги до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...